Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Виртуальный концертный зал «Блестящая русская миниатюра» на концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского приглашает Приморская филармония. Начало в 16.00, стоимость билета в 100 рублей. Шестой розыгрыш турнира по футболу среди дворовых команд Владивостока состоится на стадионе 61-й школы. Матч проведут по традиционным правилам игры. Команды, которые занимают первые, вторые и третьи места, награждают медалями и грамотами. Также есть индивидуальные номинации, лучший бомбардир и лучший вратарь. Начало в 10.00, вход свободный. Оперу Джакомо Пучини «Тоско» дадут на Приморской сцене Мариинского театра. Это одна из самых известных оперных постановок, которую ставят довольно редко, ведь в «Тоске» представлены сложнейшие партии для тенора, баритона и сопрано. Начало в 19.00, стоимость билетов от 400 до 1200 рублей. На мастер-класс по направлению «Шафл» приглашает танцевальная студия «Шафл ВЛ». Это энергичный и современный стиль танцев под электронную танцевальную музыку. Особое внимание в нем уделяют ногам, выполняют движения, типичные для джаза, но на новый лад. Начало в 18.00, вход свободный. Около 100 самых эффектных автомобилей Дальнего Востока. Конкурсы и ценные призы. Фестиваль автозвука и тюнинга «Звук ДВ-фест» пройдет на Центральной площади Владивостока 25 и 26 августа. Начало в 10.00, вход свободный. А на Приморском кольце состоится фестиваль воздушных змеев на краю лета. В центре внимания праздника – конкурс на лучшего воздушного змея. И, конечно же, вас ждут развлечения и конкурсы. Начало в 12.00, вход свободный. И еще один крупнейший на Дальнем Востоке исторический фестиваль – Владивостокская крепость приглашает гостей. Это ежегодное событие собирает любителей средневековых боев в доспехе со всего региона. В этом году турнир пройдет на территории Ворошиловской батареи на Русском острове. Зрители увидят одиночные командные бои в полный контакт на стальном оружии. Начало в 12.30, вход свободный. Развлекательная программа «Бэк ту скул» состоится в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити». Посетителей ждет веселое развлекательное и познавательное шоу, чтобы время, проведенное за покупками, было не только приятным, но и полезным. А вспомнить школьную программу и узнать что-то новое поможет интерактивный урок естественных наук. Начало в 13.00, вход свободный. Всероссийская выставка собак всех пород летнее шоу-2018 пройдет на территории старого аэродрома «Седанка». Вы увидите специализированные выступления, сможете присмотреть себе щенка от титулованных родителей и навести справки об интересующей породе, а также поговорить с заводчиками об уходе и жизни с четвероногими друзьями. Вход свободный. Коллектив «Тонг Йонг» из Республики Корея выступит на сцене театра молодежи со спектаклем «Любовь, она звучит». Это история знакомства двух одиноких людей, которые идут навстречу друг другу, чтобы узнать, как звучит любовь. В этом спектакле все слова показаны через образы и звуки, раскрывая всю суть невербального театра. Начало в 19.30, стоимость билетов от 200 до 300 рублей. «На встречу солнцу против ветра» выставка творческой группы «Горыныча» из Санкт-Петербурга открыта в залах Приморского отделения Союза художников России. Каждый из художников группы обладает индивидуальностью, однако их объединяет очень важный общий для всех поиск эмоции, стремление философского осмысления действительности, творческое отношение к жизни. Вход свободный. А в Центре современного искусства «Заря» пройдет мини-курс лекции московского историка архитектуры Анны Брановицкой на тему архитектура советского периода. Что это было? Событие посвящено трем архитектурным течениям, которые характеризуют советскую эпоху. Лектор подробно осветит исторические предпосылки, причины и фактологический контекст архитектурных явлений и процессов 20 века. Начало в 17.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.